Наконец-то в России взорвался реактор полицейской злобы и политических репрессий. Россияне, вероятно, узнают с таким же опозданием, как они узнали когда-то о Чернобыльской катастрофе. Но интернет, разумеется, уже в курсе об этой бедствии. Это действительно гораздо более страшная авария, чем то, что было тогда с АЭС. Но мы знаем, что у нас еще полстраны живут под гипнозом телевизора. Там, где потомки и наследники тех, кто им врал про Чернобыль, сейчас врут про новую катастрофу. Причем эти вот, которые живут под гипнозом, они тоже начнут, конечно, об этом узнавать, когда у них начнут выпадать последние права, вытекут последние иллюзии и отвалятся последние надежды. Причем не только у мятежников, у всех. Радиация, знаете ли, она не интересуется вашим мнением об экологии, вашими политическими взглядами. Она просто убивает. И вот взорвавшийся этот реактор репрессии будет жарить, лысить, белокровить всех без разбора. К чему я это говорю? К тому, что ты знаешь, что на днях состоялся официально международный день сурка. И что день сурка включает в себя. Да, сурок вышел из бункера и не увидел свои тени или что-то в этом роде. Да, 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 да. Там целый ритуал, совершенно идиотский, но люди его придерживаются. Раньше было как-то лучше, потому что раньше в полночь самые дюжи ФСОшники выносили в ворота Спасской башни Славы Суркова. Тот кричал, ухал, вырывался. И стояли политологи, смотрели, боится ли Слава своей тени или не боится. И на основании этого делали прогноз на весь политический год. Но вот изгнав Суркова, они теперь лишены связи с реальностью. И они все остались в своем таком воображаемом мире, в своей голограмме. Там, где эти звездные врата открываются только для того, чтобы выпустить легионы ОМОНа, собрать дань, немножко побить туземцев и затем впустить легионы ОМОНа обратно. То есть вот полная происходит утрата связи с реальностью. Кстати, вот отметь, вот любопытная вещь. Не знаю, слышала ты уже об этом или нет, но ты помнишь Славину, да? Конечно. И вот прошло всего три месяца с того момента, как на скамеечке возле здания Следственного комитета ФСБ сидел обугленный труп храброй, потрясающей женщины Славиной, которая написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». И все совершенно то же самое началось в отношении ее дочери. И ей тоже предстоит теперь сидеть и ждать на этой лавочке, когда ее соизволят принять. И ведь чья-то резиновая рука выписала эту повестку. Та же самая организация, та же самая сила, которая довела маму, взялась за дочку. И тоже за вольнодумство, да? То есть это такие вариации инквизиции. Это доминиканцы Бастрыкина в «Коричневых рясах». И вот за всем этим, это очень такой, ты что-то даже взгрустнула, Оль? Я просто хотела напомнить, что дочь взяла на себя СМИ, которое ее мама делала. И, в общем, здесь с особой очевидностью проявляется то, что вся эта борьба, все эти обыски, свидетели, призывы в следственные комитеты, это все только борьба со СМИ. Ничего больше. Кстати, как и в случае с главредом Медиазоной, который получил сегодня 25 суток, вообще ни за что. Если будет связь с ним, передавайте от меня низкий поклон ему. Ну и самое интересное, что за всем этим просвечивает такая абсолютно четкое лицо, абсолютно жуткая воля с патологической непреклонностью, которая желает доказать, кто здесь главный, кто здесь хозяин. И любопытно, что никто больше теперь не лицемерит. Вот с населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными. В стилистике таких вертухаев концлагеря разыгрывается черная комедия «Фараон и его враги». Нынче фараон огорчен, что рабы государства, которые должны были улюлюкать, плевать, тыкать палками сквозь прутья клетки, в которые везут Навального, они его разочаровали, они его обидели, фараона. Они не тычут палками. Потыкали и поплевали так вот с энтузиазмом, что называется, нормально. Только, ну и разумеется, Жирик и Милонов. Ну, у Милонова вторая политическая молодость, то есть снова прыщи и полюции. А Жирик, он, если вы не в курсе, он или кто-нибудь не в курсе, он требовал расширить срок заключения Навальному до 15-20 лет. Я не знаю, что нашло, откуда этот приступ гуманизма у Владимира Вольфовича. Он мог придумать что-нибудь пострашнее. Не первый случай с ним. Там, например, пару часов с ним в джакузи для Навального. Но вдруг он проявил милосердие. Правда, тут же он решил, что надо по пути следования мятежных колонн всюду наоткрывать бордели. И тогда, да, это было высказано совершенно впрямую и официально, тогда он считал, что в каждый бордель будет происходить отток части мятежников. И, насколько я знаю, там уже была совершена практически для всех членов ЛДПР закупка мини-юбок. То есть он был готов пожертвовать всем. Ну, их можно понять, вот то, что называется, гулять-то гулять, если уж они все равно в это вляпались. Меня вот смешат сейчас владельцы, директора телеканалов, больших радиостанций, которые по привычке изображают, что нет, все хорошо. ОМОН меняет колеса пенсионеркам и гладит всех по головкам. Фараон хочет, чтобы видели, как бьют. Он хочет этого, потому что каждый вышедший – его личный враг. Он становится личным врагом. Вот это они – печенеги, которые терзают тело. И половцы. Да, и половцы, которые терзают тело его мечты. И ему, смотри, ему очень многое удается, потому что вот это вот ощущение черного багрового, всесильного зла, всемогущего и непререкаемое, оно действительно уже является главной реальностью. Он показывает, что ему незнакомы милосердия, неизвестна справедливость, что он рассверепел, он разочарован в своих рабах, и он отомстит им. И вот я думаю, что те люди, которые по 40… Да, Оленька? Я хотела просто сказать, я не знаю, обратили ли вы внимание, но вот именно на последних задержаниях и вот этих буйствах во всех, по-моему, городах, где это происходило, стало особенно заметно, что врагом, как вы говорите, фараона, является любой человек, находящийся в поле зрения ОМОНа или Росгвардии. Любой абсолютно. Если человек не в форме Росгвардии ОМОНа или там не переодетый эшник, то это наверняка враг фараона. Это потрясающе. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что, конечно, очень многие пальцы указывают на губернаторов, но это не так. Насколько я знаю, это все было доставлено фельдгигерями напрямую. И это напрямую приказ МВД, местной милиции, это напрямую приказ Золотова, местной Росгвардии. Это все идет напрямую. Это все трансляция только воли одного человека. Я думаю, что вот те люди, которые в засохшей крови, не имея возможности писать 40 часов без воды и еды, в холодных автозаках сидели вот эти 40 часов на подъезде к тюрьме, что это тоже не было ментовским косяком. Я подозреваю, что это тоже, вероятно, было неким приказом. При том, что мы... Кто-то и говорил из полицейских, что это часть наказания. Да, да. И это, вероятно, тот самый конец исторической России, в эпоху которого мы вступили. Они вот долго-долго рисовали картину своего величия. Да, 20 лет они ее нарисовали. Роскомнадзор сразу, вероятно, оштрафует и закроет эту картину, сообщив, что изображение вагины с засунутой в нее мокрой двуглавой птицей с переломанными шеями, ну, не может быть нигде опубликовано, кроме закрытых сайтов. И, вероятно, там с надписью, что аманировать на это изображение категорически запрещается. Мы вообще видим перестройки, мы видим удивительную силу доносов. Мы видим, что есть еще доносы в доносницах у русского народа, потому что такое количество сообщений, которые приходят от пользователей интернета на своих друзей и сосайтников, прошу прощения за это выражение, ну да, ну а по-другому не получается, где раскрываются все их реальные адресные данные, где пишется об их взглядах. И даже вот эстрадники, часть которых изображает из себя некое свободомыслие, которые как бы показывают задницу государству, на самом деле на этой заднице просто написан тоже доносом другого эстрадника. Тут не надо обольщаться. И мы видим, что этот древний Египет, он вырвался на свободу, что маска интеллигентного отца нации сброшена, и теперь перед ними бог, которого они посмели разгневать всей этой гнусной историей с Навальными. Такой древний Египет Владимира Путина. И он нам дал всем мельком взглянуть на него, показав только малую часть, малюсенькую часть. Он дал понять, что у него есть полмиллиона солдат внутренних войск. Солдат, которые существуют только для войны собственным народом. Никакого другого предназначения у нацгвардии нету. Содержание которых стоит триллионы. И, кстати, я тут вспомнил сразу одну подробность пикантную. Ты помнишь, в 1919 году вдруг, внезапно, в закон о нацгвардии потребовались вписки, коррективы и изменения. И они сразу же были приняты. Тогда впервые пахнуло жареным. И, как выяснилось, действительно, теперь у нацгвардии есть полное законное право стрелять по любым скоплениям людей. Да, мы тогда это отметили. Очень многие. Был добавлен пункт 10. Он дает право расстреливать любое собрание, создающее опасность общественному порядку. Там, правда, указано, в кого нельзя стрелять. Думские хитрецы так здорово это сформулировали, что вот в женщин на девятом месяце беременности стрелять нельзя. В детей нельзя и в инвалидов. Но в них нельзя. Но вообще, если очень хочется пострелять по женщинам на девятом месяце по детям и инвалидам, то, как выясняется, можно. Потому что нельзя стрелять в беременных с явными признаками беременности. А это, вероятно, либо на родильном столе, либо когда воды отходят, либо в момент схваток, либо там, не знаю, должно быть на морозе одето просто трико, да, на девятом месяце, чтобы признаки были явными. И в детей тоже как бы нельзя, но вообще-то можно. Потому что там есть оговорочка. За исключением тех случаев, когда дети принимают участие в вооруженном сопротивлении. И такой... Ну, видимо, и беременные тоже могут принимать с автоматом, бежать. Да, и там такой игривый подпурксик. Причем вооруженное, это совершенно не значит с применением оружия. Это с применением любых предметов, которые представляют опасность для общественного порядка и жизни сотрудников Нацгвардии. А Владимир Владимирович нам давно объяснил про то, что даже стаканчик является смертельной угрозой. То есть перечень воздействия на ситуацию довольно великая. Я думаю, что уже, наверное, в феврале-марте будут первые выстрелы. И, наверное, скорее всего, первые трупы. Что нас ждет? Вероятно, нас ждет такой архимасштабный сгон всяких бюджетников, курсантов, артистов, которые вместе исполнят митинг за Путина и ГУЛАГ. Со слезами, со знаменами, обязательно с песней Батяня «Вамбат». Я тебе рассказывал. Вамбат – это австралийское животное, которое обладает уникальной способностью. Оно какает исключительно кубиками. И вамбаты собирают кубики, несут их к главному вамбату. Он строит из них, как правило, какой-нибудь... Дворец. Дворец, совершенно верно. И с аквадискотекой. Ну и, разумеется, под балконом администрации президента уже поют всякие казачьи жульетты, усатые в попахах, напоминая о себе, о том, что они очень бы хотели пройтись арабниками по бездуховным студенческим мордам. Так что, в общем, я думаю, что им, конечно, тоже никто не откажет в этом удовольствии. И между вот этими черными глянцевыми яйцами ОМОНовских голов мы скоро увидим папайхи, кепки титушек. В меню наверняка есть этот пунктик натравливания одной части страны на другую. Просто они это блюдо еще готовят и не хотят его подавать пока. Так-так-так, подождите. У вас тут сейчас идет пророчество. Значит, во-первых, митинги против этих митингов. Во-вторых, вы говорите о стрельбе. Пальба, конечно. Пальба. Кто, в кого? И подключение. Ну, в кого? Извините, стрелять может только нацгвардия. Только у нее есть права на уничтожение населения. А вот это вот блюдо, которое готовят... Как бы не перепутали, в кого можно, а в кого нельзя. Нет. Они, я думаю, будут потом объясняться. И мы видим, что демонстративно не возбуждено дело в отношении того ублюдка, который бил в живот на площади восстания. Мы видим, что не возбуждено дело в отношении того, кто вчера просто откровенно напал, избивая жутким ударом страшным журналиста. Мы видим, что демонстративно не возбуждаются дела. И мы себя спрашиваем, не с безумием ли мы имеем дело, да? А то, что все закончится кроваво, трагично и разорительно, уже нет никаких сомнений. И 23-е, 31-е только начало. Но вообще царя Николая II примерно за такие же проделки когда-то проводили в подвал Ипатевского дома. Ну, отчасти причина беспредела, конечно, извертся в сами протестанты. Я тебе об этом говорил, когда мы обсуждали Киргизию, да? Великая аксиома. Вот как только милиции понятно, что ее идут бить, она тут же переходит на сторону народа. А вот гвардия перейдет? Это очень чуткая организация. Да любые перейдут. Но вот если ей понятно, что люди вышли для того, чтобы быть битыми, пострадать за правду, покорчиться в грязи и в сугробах, пообливаться кровью в автозаках, она как бюро добрых услуг. Она начинает избивать с наслаждением, выполняя любой преступный приказ. Чем он преступней, тем с большим наслаждением он выполняется. Но если милиция понимает, что тысячи человек вышли не быть битыми, а бить ее, она, мгновенно, переходит на сторону народа и братается и плачет от умиления. Вот надо, я говорил, да, я поражался всегда сверхчутью ментов. Потому что они за 300 метров еще не видят, битыми они идут быть или бить, да? А вот за 200 они даже сквозь свои запотевшие забрала уже абсолютно точно понимают. Это вот в Бишкеке было все понятно. Там было понятно, что сейчас будут бить и бить милицию, и бить неаккуратно и очень больно. Но в России... Почему в Беларуси этого нет? А в Беларуси тоже они выходят быть битыми, и это их стратегическая ошибка. Но в России мятежники себя видят ничем иным, кроме как жертвы, да? И это тоже создает еще один полюс серьезнейшего драматизма. Спасибо. Спасибо.